Торговые функции делятся на два направления. Это функции, формирующие торговые приказы, и функции, возвращающие определенную информацию об ордере. Функция Order Close. Данная функция закрывает ордер, имеет у нас следующий вид, ордер Close и дальше те параметры, которые мы передаем данной функции, и возвращает True в случае успешного завершения функции, возвращает False в случае неуспешного завершения функции. Напомню, что в данную функцию мы передаем обязательно Ticket, то есть это уникальный порядковый номер ордера, который нам нужно закрыть. Далее Lots, это размер позиции, он должен быть Double, Ticket, естественно, должен быть Int. Далее цена закрытия, это Price, дальше Sleepage, это проскальзывание, и параметр по умолчанию Color. То есть это у нас цвет стрелки, закрытие на графике. Если мы ничего не ставим, либо ставим CLR None, то стрелка не отображается. Вы помните, что те параметры, которые указаны по умолчанию, их можно не ставить. Таким образом, нам обязательно нужно ввести Ticket, размер позиции, цену и проскальзывание. Четыре параметра. Вот, например, если IF I RSI, то есть обращаемся к RSI на текущем графике, текущем масштабе, период 14, Price Close, по ценам закрытия на текущем баре, если данный RSI больше 75, то в данном случае, к примеру, мы закрываем наш ордер. Ордер Close, дальше ордер ID Ticket, а единичка у нас, напоминаю, это размер позиции, далее Ask, это цена, по которой закрываем, дальше Trip раскальзывание и red красный цвет стрелочки. Ну и дальше, например, Return 0. Функция Order Close Price. Данная функция возвращает цену закрытия ордера. Предварительно, чтобы мы могли получить информацию об ордере, любую информацию, это не обязательно цена закрытия, любая другая информация, мы должны этот ордер выбрать с помощью функции Order Select. Вы помните, как мы это делали в наших роботах, то есть мы сначала выбираем при помощи Order Select, а потом уже берем ту информацию, которая нам нужна. Функция возвращает дабл, ну и примерчик. If Order Select 10 Select By Post Mode History равно True, то есть мы выбираем ордер, 10 номер ордера, по позиции Mode History, то есть мы выбираем ордер из истории, если он есть True, то переменная OCP, то есть Order Close Price, принимает значение как раз Order Close Price. И выдается алерт. Цена закрытия ордера такая-то. Функция Order Close Time. Возвращает тип DateTime время закрытия ордера. Только закрытые ордера имеют время закрытия, которое у нас не равно нулю. Если у нас пока ордер открыт, либо он отложенный, то время закрытия пока у него равно нулю. Точно так же ордер должен быть предварительно выбран с помощью функции Order Select, и дальше мы уже получаем время закрытия. Вот, например, if Order Select 3 Select By Post, а выбрали ордер, если он есть, то OCT Order Close Time, и далее в алерте выдаем время закрытия ордера. Функция Order Delete. Функция удаляет отложенный ордер, возвращает True при успешном завершении функции и False при неуспешном завершении функции. Данные функции мы должны подсовывать следующие параметры, это Ticket обязательно, уникальный порядковый номер ордера, и CLR None в Color можем не ставить, либо можем поставить CLR None, тогда стрелка на графике отображаться не будет. Если же поставим какой-то конкретный цвет, то будет отображаться стрелка на графике. Пример, if Ask больше Price Level, то есть если цена поднялась выше некоторого уровня, который вы до этого в CLR обозначили, то Order Delete, закрыть ордер, и дальше мы передаем ей ордер Ticket, то есть тот тикет, который нам необходимо закрыть. Напомню, что в принципе по тикету ордер всегда найти проще всего, если тикет известен, просто передаем тикет и сразу же находим то, что нам нужно. Функция Order Lots возвращает количество лотов для выбранного ордера, мы его называем размер позиции, тип Double, Order Lots, прежде чем мы сможем вернуть данное значение, мы выбираем ордер при помощи функции Order Select. Вот простой примерчик, if Order Select, такой-то номер Order Select By Post True, если он есть, то выдаем alert, размер позиции ордера, и вызываем функцию Order Lots. Иначе, alert, Order Select вернул ошибку, Get Last Error, но в данном случае нас интересует вот это, Order Lots. Функция Order Magic Number возвращает так называемое магическое число для выбранного ордера. Его еще называют волшебное иногда, либо просто магик от слова magic, либо идентификационное число. Это все одни и те же названия. Суть данного числа в том, что мы, когда открываем позицию, мы можем ордеру задать вот это магическое число уникально, таким образом, как мы считаем нужным. И далее по этому магическому номеру мы можем найти этот приказ, ну, в принципе, точно так же, как мы это делаем по тикету. То есть это еще один из способов упорядочить ордера и поставить определенную метку на ордер, которая дальше нам поможет с этим ордером работать. Прежде чем мы получим ордер Magic Number, мы должны выбрать ордер при помощи функции Order Select. Вот примерчик. If Order Select Select By Post равно True, если ордер есть, выдаем alert, вызывая функцию Order Magic Number, и если ордера нет, то выдаем ошибку. Функция Order Modify модифицирует ордер, возвращает true при успешном завершении функции, возвращает false при неуспешном завершении функции. Мы передаем ей ticket, уникальный порядковый номер ордера, цену, новая цена, которая должна быть в ордере, stop loss, новое значение stop loss, take profit, новое значение take profit, expiration, время истечения отложенного ордера, если нужно, например, и дальше параметры по умолчанию, можем ставить, можем не ставить, цвет стрелки модификации stop loss или take profit на графике. Если трейлинг стоп больше нуля, то выбираем ордер, к примеру, мы знаем его ticket, поставляем сюда ticket, здесь он прям в абсолюте поставлен, но в реальности это будет, скорее всего, у вас, естественно, некоторая переменная. Select buy ticket выбираем по тикету, дальше условие, что, к примеру, если бит минус цена открытия ордера больше некоторого значения трейлинг стопа в пунктах, ну, то есть, грубо говоря, если трейлинг стоп уже пора подтягивать, то есть, цена настолько ушла от цены открытия ордера, что уже расстояние больше, чем величина трейлинг стопа, то нужно stop loss подтянуть, и вот мы указываем, если ордер stop loss данного ордера меньше, чем бит минус величина трейлинг стопа, то есть, если stop loss у нас необходимо прокорректировать, то дальше мы ордер modify используем и сюда передаем ticket, цену открытия, бит минус point TS, это stop loss и take profit. И, соответственно, экспирация тоже у нас 0, то есть, не нужно нам задавать какое-то значение в данном случае, и вот у нас промодифицируется данный ордер. Функция order open price возвращает цену открытия ордера, тип double, предварительно ордер должен быть выбран функцией order select, и простой примерчик, и order select, select by post, 10 номер позиций, true, если он есть, то alert цена открытия ордера. Просто вызываем данную функцию, order open price, и получаем соответствующее значение. Выдаем его в конкретном варианте в alert, но также можем его прописывать в переменную, дальше с этой переменной делать то, что нам нужно. Иначе, alert order select вернул такую-то ошибку. Функция order open time. Данная функция возвращает время открытия ордера, тип date time. Ордер должен быть предварительно выбран с помощью функции order select. И в order select, 14 номер select by post, true, если он есть, то в alertе выдаем время открытия ордера, order open time. Функцию вызываем, и она нам это время выдает. Функция order profit. Возвращает тип double. Значение прибыли ордера. Для открытых позиций это текущая нереализованная прибыль, то есть ту прибыль, которую вы видите в мета-трейдере. Для закрытых ордеров это зафиксированная прибыль. Предварительно выбираем ордер при помощи функции order select. И дальше делаем с этой величиной то, что нам уже необходимо по расчетам. И в order select, 4 select by post, 4 ордер, true, если он есть, прибыль ордера равна, вызываем функцию order profit и получаем данное значение. Иначе возвращаем ошибку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова